Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Значит, мне 22 года, не могу прекратить постоянно грубить и огрызаться на маму. Исключительно в всех случаях, когда она задаёт кучу вопросов, которые меня раздражают. Когда я сама подхожу и начинаю диалог, что бывает редко всё более-менее нормально. Каждый раз, когда я срываюсь на неё, она задает вопрос, почему ты огрызаешься на меня, что я тебе плохого сделала. И я отвечаю ей, что меня раздражают её вечные вопросы и не вижу смысла отвечать на них, на что она говорит, я твоя мама, мне интересно. А потом я начинаю чувствовать себя виноватой и понимаю, что не должна себя так вести, но я просто не могу. Это происходит автоматически. И мне неприятно, что я её убежаю. Правда. Когда я с ней не общаюсь или нахожусь на работе в свой день, моё отношение к ней нормальное, я хочу её радовать и люблю её. Но как только мы находимся рядом, она начинает со мной разговаривать, она меня очень сильно раздражает. Я думаю, дело в том, что я пытаюсь сепарироваться с Роман, но живу и с пор с ней, поэтому не даётся это сделать и я срываюсь на неё. Всё. В общем, очень тупо и обидно. Как можно исправить ситуацию? Ну, самый лучший способ исправить ситуацию, это вам пойти на психотерапию. В общем-то, это самый лучший способ был бы разобраться в себе, в том, что вы хотите, в том, что вы чувствуете. Разобраться в своих эмоциях, да, в своих переживаниях, в том, что и как вас беспокоит, вот. И, в общем-то, от этого уже отталкиваться, вот. Конечно, дело здесь, на мой взгляд, не в вопросах вашей мамы совсем, не в вопросах, а дело здесь в том, как вы воспринимаете её вопросы. То есть, ну вот, если вы её вопросы по какой-то причине воспринимаете их как угрозу, да, вот, то, конечно, вы будете реагировать агрессивно, да. Вот. Просто потому, что, а какая княчь? Нет. Но тут же интересен немножечко такой другой момент. Тут интересен момент, а в чем вы видите угрозу себе от вашей мамы, да, что вам угрожает, что для вас болезненно, вот. И вот это, пожалуй, самое интересное. Ну, а что касается чувства вины, то, ну, совершенно очевидно, что между вами и вашей мамой, да, стёрты личные границы, вот. Случайно очевидно, что вот, значение для вас, вашей мамы, как мне кажется, довольно большое, вот. То есть, ну, вероятно, вы ищите её одобрение, да, вероятно, вы хотите её разрешение, вот. А за этим, может быть, скрывается то, что вы не уверены в себе, да, то есть, вы боитесь, там, к примеру, совершить ошибку, вот. Не верите в то, что, как-то, ну, способны, можете принять, вот, правильное решение, например, вот. И так далее. То есть, вот, все эти моменты, да, они вот, на мой взгляд, нуждаются в, ну, корректировании. Плюс, плюс ко всему, плюс, вы же, действительно, можете быть на что-то, ну, действительно, можете быть злой, на что-то, на свою маму. То есть, вы можете на неё злить, ну, просто. То есть, она, может, действительно, вам сделала что-то. Только, видите ли, когда, когда вы говорите про то, что у вас, ну, отражают её вопросы, да, но это, вот, не совсем, это не совсем то. То есть, это, такая, я бы сказал, история на поверхности, на поверхности, на поверхности, вот, но никак не то, что на самом деле. Потому что, на самом деле, вот, вас беспокоят какие-то другие вещи. Например, что она, там, ну, не знаю, что она станет отговаривать вас, например, да. Что она станет говорить вам, там, чтобы вы чего-то не делали, да. Или, там, вы опасаетесь, что она будет говорить, что вы не правильно делаете. Ну, то есть, вот что-то такое. И я думаю, что за такой реакции вашей, ну, раскрывается совершенно нормальное желание быть свободной и так далее. Вот. А, ну, 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 ну. А, вот, что интересно, это то, что вы сказали, вот, что пытаетесь, ну, пытаетесь сепарироваться, а вы пытаетесь. Вот, это интересно, потому что у меня ощущение такое было, вот, когда, ну, когда вы об этом говорили, у меня было такое чувство, что вы не очень, не очень понимаете. Эм, собственно, эм, собственно, эм, зачем. Вы не очень понимаете, эм, зачем вам сепарироваться. А, то есть, эм, ну, для чего. А, вот, эм, и, чего вы хотите, в этой, ну, в сепарации, вот. То есть, эм, что вы будете делать, эм, когда сепарируетесь с такого, чего не можете делать сейчас, эм, сейчас. Вот, вот я бы, конечно, как-то, на эти бы вещи, да, вот, обратил бы внимание ваше. Стоит, ну, посмотреть на это, вот, потому что, отсутствие, эм, в той или иной степени чётких целей для сепарации, да, это, конечно, вот, свидетельствует о том, что, что вы, эм, вот, себе не очень доверяете. Вот. Поэтому, вот, эм, такой момент, эм, вот, безусловно, безусловно, жаль, что, эм, что вам, ну, как-то приходится, да, вот, эм, эм, ну, жаль, что, эм, что вам плохо, вот, из-за этого очень жаль, что вы, эм, чувствуете вину свою. И я думаю, что тем быстрее вы начнете этим заниматься, тем лучше будет для нас. Для начала, конечно, постарайтесь сформулировать, что вы хотите, хотите, именно хотите чего, в контексте вопросов от мамы своей. То есть, ну она вас раздражает, да? Это понятно, что она вас раздражает. А вот хотели, ну, хотели бы вы чего от нее? То есть, ну, хотели бы вы, может быть, поддержки? Там, какого-то отобрения, да? Вот, ну, от нее, например. Вот, может быть, еще чего-то. Старайтесь, вот, на эти вещи обратить внимание. Дальше. Ну, вы говорите, конечно, о том, что, вот, когда она отвечает, что-то, что-то типа, ну, я же твоя мама, да? Мне интересно. Вот, вы говорите о том, что, вот, чувствуете вину. То есть, человек как-то оперирует только к тому, что, ну, она ваша мама. Ну, на самом деле, вот, с тех пор, как вы стали взрослые, да? Ваш, ну, ваш родитель нравится вам это или нет? Ну, фактически перестал быть для вас родителем, вот, и стал для вас кем-то другим. Ну, этот процесс, этот, вероятно, не вы, не ваша мама этот процесс не заметили. Вот, и продолжается, как бы, вот, по инерции еще находиться, вот, в таких отношениях, да, в которых вы, ну, по сути, на мой взгляд, вот, уже, ну, не находитесь. Вот, это, может быть, как-то, вот, болезненно, болезненно для вас, это может быть болезненно для вашей мамы, но, вот, этот процесс, он нуждается в том, чтобы его, как мне, кажется, завершить, вот, для этого нужно выстраивать отношения с своей мамой, вам, вот, ну, немножко, знаете как, как, ну, немножко в другом ключе. Да, вот, то есть, ну, никак, с родителем, да, вот, как, как, ну, как вы это делаете сейчас, да? Ага, не как с родителем, а, больше как уже с партнером, вот, с наставником, а, может быть. Вот, вот, и для этого, для этого вам нужно, конечно, ну, в большей степени опираться на себя, вот. А это про, сейчас, на мой взгляд, вы не делаете, или делаете очень, ну, очень слабо, вот, к сожалению. Опять же, понимаете, да? Вот, вот в этом вам, в принципе, и нужна, как мне кажется, помощь психолога, да, помощь специалиста, чтобы вы, вот, смогли на вот эти вещи обратить внимание и, ну, как-то адекватно устраивать отношения так, чтобы, а, чтобы вам, ну, нравилось, нравилось, чтобы было, то, что вы хотели, хотели бы. Вот. Я думаю, примерно, а, примерно, вот, такой ответ можно вам предложить. Что касается обид и что касается злости, вот, то злость, это нормально, это попытка себя защитить, то есть, ну, понимаете, что мама, вот, сама того не желала, как-то угрожает, получается, вашей самости, ну, самости, вашей, ну, самобытности, вот, а, нужно увидеть, в чём это, в чём это угрозно, так, это, так, вот, такой момент, вот. А, что касается обид, то обиды, это ваше желание, какие-то, то есть, это то, что вы хотите, обиды. А, нужно увидеть, чего вы хотите, и постараться это реализовывать, реализовывать, вплоть, а, вплоть до того, чтобы, ну, прямо об этом говорить, то есть, вплоть до того, чтобы открыто об этом говорить, открыто об этом заявлять. Я думаю, что, вот, тогда вам будет, ну, гораздо легче и проще. Вот. Ну, вот. Как-то так. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго.